здравствуйте пересмотрел я кучу роликов всяких разных на ютюбе посмотрел на aliexpress какой же все-таки контроллер выбрать и все-таки выбор пал на этот lc1000a led вайфай контроллер отзывов я никаких не нашел обзоров я тоже на него не нашел и непонятное что это за штука поэтому все-таки решил его приобрести ну во-первых он вайфай во вторых я не знаю он какой-то наверное самый из всех современный самый последний и в общем я решил попробовать и хочу поделиться информацией возможно что кто-то этот ролик смотрит там спустя не какое-то время и уже все наладилось все все работает но пока что есть некоторые негативные стороны от использования этого контроллера но обо всем по порядку и так поехали приехал он понятное дело что с aliexpress комплекте сам контроллер в коробочке тут у нас аукс три с половиной на три с половиной папа мама липкая площадка для приклеивания и отверточки все я это даже не вскрывал и не знаю не думаю что это пригодится потому что кабель аукс ну наверное есть везде инструкция весьма подробная она на английском и китайском языке и каждый подпункт пишется сначала на китайском потом на английском нового она ничего не внесла в знания или же в какие-то ну в общем что-то же она тут показала и давайте запомним вот этот вот экранчик в программе к нему еще позже вернемся так это что касается у нас упаковок инструкций так теперь сам контроллер вот он в пластиковой коробочке здесь у нас контакты здесь тоже контакты здесь аукс на вход здесь питание на вход и соответственно у нас на выход общий дата данные для панелей на других светодиодах ну и плюсовой контакт сразу хочу сказать что если кто будет покупать что на что на входе питания то будет и на выходе точно такое же напряжение электрического тока на всякий случай покажу что внутри вскрывается он легко сразу красуется микрофон еще микрофон тоже полезная штука единственное что никак не предусмотрено регулирование входов переключение входов между ауксом и микрофоном ну ладно к этому тоже еще вернемся здесь у него lc1000a как как я уже искал контактные площадки да и он вай-фай то что вот изначально мне понравилось что он работает по вайфай конечно это будет быстрее платка там скорее всего что приклеена поэтому я дальше ковырять ее не буду она в принципе не нужны и так по идее все работает но не все работает и сейчас мы к этому вопросу подойдет ну что тогда подключим контроллер питанию я возьму 5 вольт как здесь и сказано а здесь сказано что dc отстанет 5 до 24 вольт так ну пусть будет пять целых две десятых вольта но при этом кстати говоря потребляет контроллер 150 миллиампер ну да ладно пусть он потребляет по qr-коду установилась вот такая программка я сейчас сразу давайте я все-таки покажу это потому что например в play market и мое устройство не поддерживает так вот qr-код появился он у нас здесь результат перейти на сайт и здесь все на китайском ну неважно главное что есть последняя версия там 16 18 9 я кстати говоря вставил все предыдущие попробовал мне это нигде ничего никак не помогло но неважно в общем вот приложение устанавливается вот у меня вот таким образом потому что плей маркете его нет а она есть но не поддерживается так вот его ярлык подключаемся ним не смог найти тогда переходим вайфай он называется lc 2000b и дефис 4 восьмерки вот так вот он называется пароль к нему тоже 4 восьмерки подключен но нет доступа в интернет в принципе все хорошо вот замечательно подключилась так эти не нужны подключение ну и посмотрим сразу вот на экраны включить выключить этого он включается выключает дальше здесь пресеты которые мы можем сделать самостоятельно к ним вернемся сейчас потом куча 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 разных пресетов музыкальных тоже я их кратце попробую каждый показать ну на каждый конечно нет потому что их 252 штуки но сколько ты каким-то образом я их покажу избранное сюда мы добавляем свои тексты и всего кстати четыре штуки почему-то и добавляем свои пресеты тоже вот эти вот в избранное а следующий мы регулируем чувствительность чувствительность громкости здесь мы регулируем скорость и пышку и в общем я попробую это показать и следующий момент который появляется сразу и запрашивает пароль сюда пароль также четыре восьмерки 1 2 3 4 1 2 3 4 8 восьмерок извиняюсь 8 восьмерок здесь мы сразу делаем ну вот у меня панель 8 на 32 сейчас я ее покажу тут мы выбираем светодиоды которые будут работать с нашим контроллером у меня заработала только на этом несмотря на то что там в с 28 ну в общем это практически одно и то же в с 28 12b и у меня все здесь тогда сохраняемся и поехали подключать контроллеру саму панель так и так как панель 5 вольтовая прям строго прописано соответственно здесь оставляем тоже 5 вольт давайте это промеряем включим блок питания возьмем какой-нибудь китайский тестер замерим что на выходе вот на выходе как раз получилось 5 вольт пусть будет 51 ладно не так и страшно все на входе 5 на выходе 5 было бы на входе 12 было бы на выходе 12 вот так так у этого контроллера здесь подключаем плюс минус дату подключил включаем питание смотрим что происходит до через какое-то время загорелось две полосочки но ничего не работает просто ничего не работает по идее должен внутренний микрофон сейчас чувствовать какие-то звуки но ничего не происходит заходим в программу пишем говорит что не подключена давайте включим tcp дисконнект от не подключается правильно смотрим переходим вай фай смотрим где эта сеть а сети нет просто нет сети она прям вот пропала пропадает эта сеть вай фай просто напросто пропадает выключаем питание отключаемся от панели включаем снова питание проходит какое-то время сетки обновились и вот она появилась и тогда к ней можно подключиться вот но как только подключаемся подключаем саму панель все сетка пропадает ни на что не реагирует сетка пропала переподключилась и и здесь списке нет ничего не работает панель показывает полную фигню и в общем все очень 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 плохо вот такая вот есть небольшая беда она конечно решается очень просто китайцы сподобились везде написать об этом я кстати не удосужился об этом прочитать вот но то что здесь написано 5-24 вольта это все неправильно сейчас я покажу как должно быть подключил в общем и все это дело я через преобразователь вот этот 5 вольт поехала на панели со светодиодами а сюда с блока питания с лабораторника у меня 12 чем-то там все теперь можно все это дело включить и попробую показать что он может нам что он может нам показать так но это я пробовал баловался вообще тоже полная ерунда конечно так вот теперь при любом раскладе можно подключиться запросто к этому контроллеру как мы видим подключается и все уже заходим регулируем включаем выключаем сейчас вот так вот как-нибудь попробуем показать включается выключается тут и регулируем любой свет цвет попробуем вот так вот при такой яркости так может быть я выключу сейчас попробуем нет тогда не видно что этот цвет цветная ну в общем как-нибудь вот вот этот ну это музыкальный у нас спектр раз два три 4 сверху снизу они много разные и от середины тоже очень красиво на самом деле все очень хорошо потом вот я не знаю будет это видно на камеру или нет но есть некие переливания и в такт голоса вот сейчас я говорю и в общем она тоже там реагирует на звук и достаточно много разных этих всяких штук здесь просто их куча их очень и очень много вот в темноте например видно вот это я разговариваю в такт музыки ну так голосу что-то там вот еще вот таким вот образом получается у нас в общем весьма интересно весьма здорово и полезно для каких-нибудь проектов это конечно же пойдет их тут просто великое множество разных всякие всякие разные ну и плюс к этому конечно же вот они еще реагирует на звук здесь следующем окошечке чувствительность регулируем также и скорость можно регулировать вот медленнее но у каждого пресета по-разному все регулируется но неважно вот здесь чувствительность на микрофон и соответственно на укс такая вот красота может быть всякое разное в общем их тут достаточно но есть большая беда и сейчас я ее постараюсь показать это беда касаемо я текста который мы хотим сюда запихать вот честно говоря я пробовал на разных на разных телефонах по-разному устанавливал разные версии программы здесь все очень к сожалению плохо сюда мы пишем текст допустим 1 1 1 2 2 2 2 и вроде бы как все и правильно показывает но уже получается какая-то каша вот сейчас ее запустим здесь вот она двигается и уже не 1 1 1 1 2 2 2 а какая-то каша сейчас попробую потемнее снова сделать чтобы это было видно то есть вот вот такая вот ерунда если ее тут перевернуть вот таким образом то вот единичка мы видим она уже 2 единичка она уже кривая если сюда добавить еще 3 3 3 поехали то уже вообще совсем какая-то каша то есть я пробовал на разных на смартфонах на разных и в общем как-то вот все очень плохо здесь мы регулируем скорость вроде бы она регулируется но все очень туго все прям вот ой прям вот очень и очень как-то очень плохо все вот а если мы еще сюда добавим 666 запустим и все все превратилась в кашу и в общем все слилась и это касается в общем абсолютно всего 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 чего бы сюда не написал вот такая вот беда вот вот 1 а в и ну вроде бы как что-то видно в общем мучения мучения здесь конечно можно это подправить плохо что не на весь дисплей здесь значит по одному пикселю у нас есть свободное место это не есть хорошо пробел дальше т о р п а попробуем и все и уже все ну полная каша вот такая вот беда к сожалению здесь все это реагирует очень плохо вот эти вот все эти ползунки ну я надеюсь я очень надеюсь что китайцы все это исправят исправят ну а пока что можно сохраним пока что можно вот пресеты вот эти вот добавлять они кстати говоря очень даже ничего такие вот раз возьмем 23456 добавили отправили отправили на контроллер и все и он будет нам через какое-то время менять разные вот эти вот пресеты вот он переключился сверху вниз теперь такое графическое отражение такое вот графическое отображение частот музыкальных вот этот вот с середины ну в общем нормально это красиво здорово и получается намного дешевле чем я сбегал по алиэкспрессу вообще искал разнообразные звуковые анализаторы ну вот остановил свой выбор именно на этом на этом она конечно очень здорово получится один замечательный проект сейчас вот эти вот уберем так и еще два отправим вот такой вот отправил вот и сейчас должно переключиться на на 2 который туда тоже запихал вот наверное я был кому-нибудь полезен потому что я не нашел обзор на эту штуку нигде взял это на свой страх и риск но вот получилось что может быть я кому-то помогу очень разочаровала приложение где ничего не получается вне запихать в контроллер свой текст то есть это вот очень туго очень надо вот прям вот сидеть прям аккуратно все настраивать по каждой буковке смотреть если что-то пошло не так заново начинать то есть но полная беда полная беда а на этом пожалуй все всем по традиции желаю качественных гаджетов удачных покупок сети и пока